Привет! Ты снова на канале IT UserHelp. Сегодня у нас будет очень интересное видео, так как я хочу рассказать об очень полезной штуке, которую ты сможешь сделать на своем смартфоне. Это будет особенно актуально для пользователей Android смартфонов, но если у тебя iPhone с операционной системой iOS, посмотри это видео тоже. Я уверен, что в AppStore есть приложение, которое выполняет схожий функционал, то есть ты сможешь настроить себе так же, как я сейчас покажу в видео. А именно я хочу рассказать об регулировке громкости в шторке, как сделать так, чтобы громкость можно было регулировать в любом месте из любого приложения в шторке. Либо на экране, либо и там, и там, как сейчас у меня установлено. Это полезно, особенно для активных пользователей телефонов, а также будет полезно, если, к примеру, физические кнопки поломались и не работают, которые отвечают за громкость. Либо в том случае, если ты на эти свои физические кнопки, две громкости, захочешь поставить какие-нибудь другие приложения, сделать так, чтобы кнопки не громкость регулировали, а, к примеру, запускали какие-нибудь приложения, фонарики или еще что-то. То есть, установив эти приложения и сделав вот такую функцию, у тебя освобождаются две физические кнопки на смартфоне, и ты можешь задать им какие-нибудь другие действия с помощью других приложений, что, в принципе, тоже удобно. Ну, либо оставить громкость и с кнопок, и со шторки регулировку. Итак, не теряя времени, давай приступим. Для начала я удалю приложение у себя, чтобы полностью пройти настройку вместе с тобой. Все удалил, далее заходим в Google Play Market и в поиске русскими символами вводим громкость в шторке. Здесь будет большое множество разных приложений, я расскажу о двух, которые протестировал, которые мне понравились. Ты можешь выбрать и другие какие-нибудь попробовать, и потом оставить себе то приложение, которое наиболее понравится тебе. Я хочу рассказать о двух приложениях. Это регулятор громкости от разработчика Nikstar. Вот так выглядит иконка. И кнопка «Всегда видимая громкость» от разработчика OKSoft. Устанавливаем эти два приложения. Так, первое у нас уже установилось. Давай запустим и произведем небольшую настройку. Запускаем. Далее нажимаем старт. Нужно предоставить некоторые разрешения для этого приложения. Нажимаем ОК. Выбираем наше приложение. Выбираем «Разрешить доступ». Разрешить. Возвращаемся назад. Назад. Наше приложение запущено. Все. А теперь у нас в шторке есть громкость. Вот так мы увеличиваем громкость. Вот так уменьшаем. Здесь мы можем сделать бесшумный режим. То есть в шторке всегда есть регулировка громкости. Это было первое приложение. Теперь у нас второе приложение скачалось и установилось. Открываем его. Вот так оно выглядит. Здесь вверху галочка, которая включает наше приложение. Также нужно предоставить разрешение этому приложению. И вот здесь мы можем настроить размер кнопок. Выбираем размер. Цвет кнопок также можно настроить. И у нас получается вот такая регулировка громкости в шторке. А также вот этим флажком мы можем включать и отключать кнопки на экране. Это такое место, куда... Вот так мы можем спокойно регулировать. Ну, либо вот так. Если ты нечаянно удалил что-то и потом вспомнил, что оно тебе снова нужно... Найти этот файл и восстановить. И вот таким образом мы можем регулировать громкость из любого места. На этом у меня все. Если видео было полезным, обязательно ставь лайк, подписывайся на канал и оставляй любой комментарий под этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!